В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Закупать продукты впрок. Жители района выходят на рынок выходные. Прошлая суббота оказалась для этого особенно продуктивной. В полном смысле этого слова. Почем капуста? 14 рублей. Большая ярмарка развернулась на площади перед физкультурно-оздоровительным комплексом и центральным рынком. Частники и сельскохозяйственные кооперативы привезли разную продукцию. Не знали, что сегодня ярмарка. Надо было прицепом приехать. Северский край, Коядинский район. Капуста своя? Своя, с огородом. Каждый год приезжаем на ярмарки. Куксус разводим. Эссенцию по пропорциям. И вот эти заразы кончаются с уксусом. Сколько кочанов выросили? Где-то 1200, наверное, полуоборода. Прохладно, но настроение праздничное. Люди ходят, люди покупают. Сегодня представили мясо. Мясо у нас продают в павильоне мясном. И овощи, фрукты. У нас все сельсоветы поддержали. Сельсоветы вышли. Продают выращенные в своем огороде овощи. Капуста есть, картошка есть, морковь есть. Все можно купить. Даже пшеницу привезли. У нас есть и это, дрова, дрова и перегной. Все есть. Несмотря на ветреную погоду и мороз, жители не побоялись выйти на праздничную ярмарку. Некоторые просто посмотреть и сравнить цены. Некоторые специально, чтобы закупиться именно на ярмарке. Конечно же, капусту, мясо. Обязательно надо покупать такие вещи именно на ярмарках. Здесь они самые вкусные и большой выбор. Классная погода, классная организация, концерт красивый, здорово. С первым снегом и первыми морозами в хозяйство готовят домашнюю птицу на продажу. Особенно хорошо берут их на новогодний стол. Селу Ижболдина гуси привезли. Просто есть, берут. Внутренности вот хорошо берут. Разнообразие от обычной еды. Сами выращивали? Сами. С маленьких лет. Здесь на Ольском инкубаторе купили. Тут хорошо выросли. И один не умер, если я когда-то была. Только вот содержать домашнюю птицу, домашний скот, гораздо легче, чем реализовывать их мясо, признаются жители села. Сенчуков, коров, свиней. Все, куры. Легче держать, выращивать, чем продавать. Продавать сейчас во всем. И ветеринарии свое гнет. Все трудно продавать стало. Со временем так будто относиться, давить. Надо приветствовать сельское хозяйство. На ярмарке также можно было приобрести мед, пшеницу, картофель и даже ягоды. Я калины купила, не могла собирать. Вот эти купила внутренний стиль. А вы предпочитаете покупать в магазине или участников? Участников, конечно. Участников. Но у меня все есть. Просто калину хочу. Работники культуры тоже приняли активное участие на ярмарке. Они подбадривали продавцов и покупателей своими песнями и танцами. Первым ноябрьским вечером в Центральной районной библиотеке было особенно многолюдно. Какая же акция проходила в здании? Чем привлекли внимание и на улицах сотрудники библиотеки смотрите в следующем сюжете. Задают. Многодетная семья на Биулинах с деревни Старо-Варяж тоже познакомилась с зрителей со своей командой. Есть и младшая сестренка, ух, и шустая девчонка. Ее Дарина ее зовут, все ее обожают, берегут. Посмотрите, посмотрите, наше солнце, наше радость и отрадость. Пусть малышка только три все умеет, посмотрим. Песню команда непоседа семьи Ахьяровых оценили и жюри, и зрители. Песня. Я верю своим девочкам, своим детям. Они не подводят меня. Так-то участвуют, стараются активно участвовать. Поют, ходят на концерты, выступают. Я, получается, была в этой сказке глубокой. Мне понравилось, и я узнала то, что бывают разные люди. Например, вот одни эту книгу любят, другие, например, другую любят. И мне очень понравилось участвовать в сказке. Второе задание конкурса называлось «Любимая книга». Многодетная семья на Биулинах с деревни Старо-Варяж тоже познакомилась с зрителей со своей командой. Есть и младшая сестренка. Творческое мероприятие для воспитанников подросткового клуба «Мечта» в честь Дня народного единства прошло в здании клуба 4 ноября. Ребята побывали словно в путешествии. Вместе они посетили несколько станций. Историческую, символьную, фольклорную, хороводную, потешную и дружбы. Общаясь друг с другом, играя в разнообразные игры и занимаясь творчеством, они интересно провели этот день. Мероприятия мы здесь проводим в неделю, несколько раз практически каждый день. У нас дети ходят, мы очень рады, всех мы любим. Я уже 7 месяцев тут и уже почти всех знаю детей. Дети меня уже узнают. Работать нам нравится. Дети у нас каждый день ходят, даже не каникулы. Дети есть постоянно. Им нравится ходить, я до 6 вечера работаю, они до 6 вечера со мной тут находятся. Пока я не закрою и не уйду, они прям ждут меня. Нам нравится, и детям вроде тоже нравится с нами. Даже во время школьных каникул скучать детям не приходится. Увлекательную викторину провели педагоги Дворца молодежи для своих воспитанников 4 ноября. Разнообразные задания ребята выполняли в форме игры. Соревнуясь как в эстафете, так и решая интеллектуальные задачи. Сегодняшнее мероприятие – это традиционная дворовая площадка. На такие мероприятия привлекать очень легко, потому что они нас уже знают. Мы сюда часто ходим, особенно летом. На каникулах мы сюда приходим, проводим такие дворовые игры. Сегодняшняя игра у нас посвящена Дню народного единства. Вот памятным датам, иногда просто так приходим. Они нас знают, поэтому несложно, мы даже объявления не развешиваем. Вот приходим и все. Межрегиональный турнир по мини-футболу среди мальчиков 2010-2011 года рождения, посвященный Дню народного единства, прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 2 ноября. На турнир были приглашены сборные команды «Сила Актаныш» и города Агрыз Республики Татарстан, юные спортсмены из Янаула и Нефтекамска. Каждый из ребят постарался продемонстрировать все умения, навыки, которые они получили за время обучения. Ну, мини-футболы от большого футбола отличаются. Тут ограниченное пространство. И тут быстрее надо принимать решения, и количество игроков меньше. И тут, как говорится, побыстрее мышление нужно в мини-футболе. Так участвует всем команд, на две группы поделили, играем по круговой системе. После победителя групп, кто занял первое-второе место, играет с другой группой. И выявляет уже победителя. Турнир мы проводим каждый год. В ноябрьске в прошлом году тоже проводили. В прошлом году было 8 команд. И это будет у нас традиционный турнир. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok